Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика». С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Смотрите сегодня. Малым городам большая поддержка. На Санкт-Петербургском международном экономическом форуме обсуждали развитие моногородов. Переселить всех. Депутаты Чебоксар проинспектировали ход строительства домов для жителей аварийного жилого фонда. Будьте осторожны. На Чувашию надвигается ураганный ветер. В Санкт-Петербурге открылся международный экономический форум. В северную столицу уже прибыла делегация Чувашия под руководством главы республики. В программе Михаила Игнатьева. Три рабочих дня. Первые подробности с петербургского форума у Дмитрия Ковалева. Официально международный экономический форум в Санкт-Петербурге открывается 1 июня. Но уже сегодня, в так называемый нулевой день работы экспоцентра, проходят деловые переговоры, круглые столы и панельные сессии. На одной из них обсуждали перспективы моногородов. Программа модернизации моногородов в республике реализуется успешно. Два муниципалитета уже прошли конкурс и получили средства из федерального бюджета. На очередь деканаж. В ближайшие годы здесь должны открыться новые заводы. За счет субсидий фонда в городе реконструируют очистные сети, обустроят индустриальный парк и отремонтируют дороги. Административная команда муниципалитета проходила курсы в центре Сколково. И это дает нам возможность, во-первых, в конечном счете создавать благоприятные среды для жителей, экономить уже на услуги жилищно-коммунального хозяйства, а для бизнесменов создается прекрасная благоприятная среда для развития своих проектов. Потому что в Канаши, допустим, почти 8 миллиардов рублей предприниматели и бизнесмены будут реализовывать свои идеи. Эта программа, она будет продлена, насколько я рассчитываю. И в принципе, модно сейчас стало говорить городская среда, на самом деле люди хотят иметь хорошую благоприятную среду. Вообще от программы развития моногородов в федеральном центре ожидают большого эффекта. В муниципалитетах, которые прошли экзамен, должен улучшиться деловой климат. Глава Чувашии отмечает, что и в Научебоксарске, и в АллатРе местные власти проделали масштабную работу. Были реализованы инвестиционные проекты и сократилась безработица. Эксперты говорят, необходимо объединить и тиражировать лучшие практики реализации федеральной программы. Регионы могут быть полезны друг другу, и губернаторы это прекрасно понимают. Безусловно, я считаю, что надо от проблемы подтянуть моногорода до какого-то уровня, переходить к задаче делать моногорода локомотивами экономического роста региона. Мы так перед собой эту задачу видим. Глава Чувашии отмечает, что необходимо отрегулировать и правила реализации программы. Но здесь, когда реализуется проект, нам надо быть здесь с антимонопольной службой. Мы спорим, ругаемся, а тяжко по времени идет по отдельным резидентам. Нам тоже надо признавать, жесткая борьба с коррупцией идет. Отдельные должностные лица на муниципальном уровне, на оригинальном уровне, хотя в ручном режиме управляем, не сразу подписывать документы. Вот здесь просьба все-таки посмотреть законодательство. Я с Игорем Юрьевичем встречался, предлагаю, но до конца эти решения не принято. Озвученные предложения пообещали рассмотреть. В целом, в правительстве страны отмечают, что управленческие команды регионов справляются с задачами. Главное, на что мы решили поставить, это, во-первых, обучить всех по единым стандартам. Рассказать про то, что ситуация с монообразованиями, она не уникальна для России. Я уже вижу, что сегодня те команды, которые обучились, а даже те, которые не обучились, но получают информацию о курсах, мы уже говорим совершенно о других проблемах. И я вот то, что вижу, неотрадно, что сегодня уже не звучит вообще практически в проектах, которые защищаются и в Ранхикс, и в школе Сколково, ничего нет про градообразующее предприятие, которое когда-то давало большинство рабочих мест. На полях Международного экономического форума состоится огромное количество круглых столов и панельных сессий. Эксперты обсудят перспективы промышленной политики, реализацию инноваций в агросфере, вопросы подготовки кадров. В рабочей программе главы региона намечены деловые переговоры. Планируется подписание соглашения о сотрудничестве с губернатором Тюменской области и руководителем агентства стратегических инициатив. Международный форум в Петербурге набирает обороты. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика из Санкт-Петербурга. Приближается День Республики. На очередном заседании оргкомитета по подготовке и проведению праздника обсудили основные его мероприятия. В День Республики уже в десятый раз пройдет Чебоксарский экономический форум. Регионы России – новые точки роста. Разослано более тысячи приглашений. Участие подтвердили представители 15 регионов России, ряда иностранных государств. В работе форума намерены участвовать члены Совета Федерации и депутаты Госдумы России. Запланировано на вот эти два дня в рамках форума 16 конгрессионных мероприятий, в том числе и открытый региональный этап национальной предпринимательской премии «Бизнес-успех» по Приволжскому федеральному округу и открытый региональный этап национальной премии «Бизнес-успех» среди муниципальных образований. В рамках Дня Республики состоится традиционное театрализованное шествие участников фестиваля «Родники России». Четвертый год подряд этнокультура современного мира будет обсуждаться на научно-практической конференции. Запланированы круглые столы с участием ведущих специалистов декоративно-прикладного искусства России и многое другое. Гвоздем программы станут выступления сводного детского хора России и чувашей у монумента матери-покровительницы. И ансамбля народной музыки «Ватага». Главные сцены Дня Республики в этом году расположились в столице Чувашия и Порецком районе, подготовившем свою оригинальную программу. Межрегиональный фестиваль мордовского творчества арта, районный фестиваль детского мордовского творчества Чифани, всероссийский фестиваль резчиков бензопилой, выступление владыческого полка из города Саранска, выставки мастеров народной творчества, заслуженных работников культуры, то есть художников Чуваша Ильина и России Карачарского Наталья Покровича. Получены свидетельства регистратора официальных символов всей этой поселения в Геродической палате Российской Федерации, которая будет поручаться на праздники. Традиционно 23 июня ожидается выступление лучших фестивальных команд пиротехников. Пока заявлены Чебоксарская, Санкт-Петербургская, Симферопольская, Екатеринбургская, а также команда из Баку. В ходе совещания были обсуждены вопросы, связанные с организацией генеральных репетиций, с размещением, питанием, а также проживанием участников мероприятий. Родион Архипов, Игорь Зверев, Республика. В какие дома будут переселять жители из аварийного жилья, посмотрели сегодня чебоксарские депутаты. Комиссия городского собрания по вопросам градостроительства, землеустройства и развития территории города провела выездное заседание. Ольга Пырычкина подробнее. В марте застройщик заключил с городом договор генподряда, а к 1 июня уже возведены пять этажей. Речь про будущий жилой дом по улице Богдана Хмельницкого. Все квартиры в нем предназначены для переселенцев из аварийного жилья. К 1 июня что увидим здесь? 1 июля? Таким темпом, я думаю, мы кладку завершим, да? Значит, у нас, конечно, норма декады этаж, а это надо четыре этажа, четыре декады. Но с учетом вот то, что мы ускорились, мы близки будем к завершению девятых этажа. По улице Парижской коммуны в доме для переселенцев пока возводят первый этаж. Как объяснили строители, здесь сложный рельеф и геологические условия. Прежде чем забивать сваи, пришлось проводить испытания грунтов. Так или иначе, дом должен быть сдан к концу лета. Объем кладки, который будет выкладываться, я думаю, ну, надо выводить на 150 кубов в сутки, ориентировочно, чтобы успеть в установленной стройке завершить стройку. Со вторника здесь человек, наверное, 100-150 человек будет камечком. Депутаты и представители городской администрации побывали и на строительных площадках по улице Ленинского, Комсомола и Магнитского. Они отметили, в этот раз выездное заседание прошло необычно. Ни один объект не вызвал нареканий и замечаний. Впрочем, бдительность терять нельзя. Мы поедем еще раз в депутатскую комиссию и проверим, насколько они выполнили свои обещания. Здесь стараются строить уже 5, 6, 7 этажей. Идем по графику. В настоящее время строится 5 многоквартирных жилых домов на территории города для переселения граждан. Всего нам предстоит переселить 984 семьи. Соответственно, под эти цели мы строим эти 5 домов. На этом четвертый этап программы по переселению из ветхого и аварийного жилья город Чебоксары завершит. Ольга Пырочкина, Сергей Адушкин, Республика. Сегодня в Новочебоксарске выбрали нового главу администрации. Конкурсная комиссия рассмотрела кандидатуру шести претендентов. Победительницей конкурса стала Ольга Чепрасова, которая до этого дня исполняла обязанности сити-менеджера. На собрании депутатов Новочебоксарска ее уже официально утвердили в должности. Напомню, что 24 апреля предыдущий глава администрации Игорь Калиниченко подал в отставку. Участники Большого путешествия Чувашского национального конгресса и национальные телерадиокомпании сделали третью остановку на пути от Мурманска до Байкала. Сегодня они гостят в Красноярске. Как встречала гостей Чувашская диаспора и какие вопросы удалось обсудить, передают наши коллеги. По данным переписи, в Красноярском крае проживают более 11 тысяч чуваши. Есть населенные пункты компактного проживания, где сохранились традиции и культура самобытность чувашского народа. В Назаровском районе это деревни Канаш и Московка. Как и многих других наших земляков, в Красноярском крае интересуют вопросы сохранения родного языка и культуры национального книгоиздания. Геннадий Храмов, руководитель Чувашской национально-культурной автономии в Красноярском крае, отметил. На сегодняшний день в регионе 22 художественных коллектива, 3 чувашских музея, 2 библиотеки. Для развития культуры необходим учебные пособия и фонотек. Красноярцы ждут в гости специалистов с мастер-классами для повышения квалификации местных активистов. На сегодняшний день, вот допустим, я как руководитель культурного ансамбля нуждаюсь в всех этих книжках, в которых рассказывается о том, как проводились наши чувашские обряды, начиная с древних времен. Во время разговора за круглым столом состоялась презентация Чувашей и национальной телерадиокомпании Республики. Алексей Иванов и Ирина Лампасова рассказали о концепции вещания, новых технологиях и планах творческого коллектива в связи с выходом на спутник. Татьяна Молокова, Республика. Во всем мире 31 мая проходит международная акция по борьбе с курением «Всемирный день без табака». Чуваша ежегодно присоединяется к этой акции. С места событий Юлия Важенина. Мы за некурящую Чувашию. Я сегодня бросил курить. Мы не курим и нам это нравится. Такие плакаты сегодня встречали жители и гостей столицы нашей республики на городских улицах. С двух до трех дня девять остановок общественного транспорта в Чебоксарах и одна в Новочебоксарске, объявлены зоной, свободной от табачного дыма. Сегодня мы очередной раз рассказываем, что курение вредит вашему здоровью. И мы привлекаем в первую очередь молодых ребят, которые помогают нам в этой работе по профилактике табакокурения. На остановках все желающие получали бесплатные консультации, измеряли вес, рост, артериальное давление и содержание угарного газа. Работал медицинский мобильный комплекс. Каждый житель Чувашии может бесплатно проверить объем своих легких с помощью спирометра и смокелайзера. Давайте попробуем. Здравствуйте. Глубокий вдох, трубочку в рот и резко выдыхаем до конца. Объем легких составил у вас 5 литров. Вы дышали хорошо. Вот такой объем легких должен быть у некурящего человека. У курящего для сравнения в разы меньше. Бросаем курить. Полезно, легко, бесплатно. Новый СМС-сервис от экспертов Минздрава России подтолкнет желающих бросить курить к решительным мерам. Получать бесплатные рекомендации от специалистов можно, отправив фразу «не курю» на номер 5253. Избавиться от пагубной привычки помогают никотиновые пластыри, таблетки, жвачки. Но нельзя их выбирать самому. У каждого организма свои особенности. Поэтому назначить лекарство от курения должен врач. И мы видим сегодня, что уже молодое поколение действительно выбирает здоровый образ жизни. И когда разговариваешь со студентами, видишь, что мальчики практически в группах уже не курят. Потому что это не модно. И они понимают, что главная ценность – здоровье. Об отношении к табаку жители Чувашии спрашивали волонтеры. Они устроили опрос на остановке. Каждый из респондентов высказывал свою позицию и клеил стикер под соответствующим плакатом. Я курил, но сейчас уже нет. И я очень счастлив, что от этой привычки избавил. Самое первое, что чувствуешь, это твои рукава перестают пахнуть отвратительно. На самом деле одежда, волосы и так далее. А потом уже здоровье на самом деле легче дышать. Я не курил просто из-за того, что близкие не курят. Руководствовался их примером. Ну, друзья, некоторые курят, но как-то удавалось себе удержать от курения. А родители, да, они помогли мне понять, что курение – это плохо. В нашей съемочной группе на вопрос, курите или нет, чебоксарцы отвечали отрицательно. Не было ни одного утвердительного ответа. Вполне возможно, горожанам просто стыдно признаться. А это значит, мы уже на пути к отказу от этой пагубной привычки. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика. Бал дошкольников. Явление в образовательном процессе достаточно новое. В чебоксарах он проводится всего второй раз. Какой смысл вкладывают в понятие бал-воспитатели и чему учат своих воспитанников с помощью танцев и нарядов, выясняла наша съемочная группа. Несмотря на то, что главным гостям бала едва исполнилось 7 лет, здесь все по-взрослому. На девочках платье в пол, на мальчиках – сорочки, ослепительные белизны и бабочки. Специально к событию разучивались танцы. И не какие-нибудь, а те, что танцевали все литературные герои, начиная с Наташи Ростовой. Мне нравится баланес. Там хорошие движения, плавные. Это и во времена Евгения Онегина воспитанием, слава богу, было не мудрено блеснуть. К современным детям предъявляются куда более высокие требования. В ряду с образованием умение красиво танцевать и достойно держаться котируется весьма высоко. Балы, подобные этому, призваны наглядно показать разницу между корпоративом и праздником в лучших классических традициях. Это одна из возможностей руководству города сказать большое спасибо детям, педагогам и их родителям за самое активное участие в жизни города. Здесь присутствовали дети, которые на протяжении всей дошкольной жизни были самыми активными участниками в городских, республиканских, всероссийских конкурсах. Бал стал наградой не только для детей, но и их родителей. Для мам и пап нет большей радости видеть своего ребенка успешным и красивым. И неважно, сколько усилий пришлось приложить, это самые окупаемые инвестиции. И хоть было не очень просто, но детям очень нравится. Я считаю, что в будущем такие балы нужны с детям для того, чтобы почувствовать торжественную атмосферу, приблизить их к этому большому празднику в жизни, я считаю, это очень пригодится. В прошлом году на бал были приглашены 200 дошкольников, в этом уже около полутора тысяч. Заинтересованность и педагогов, и ребят, и их родителей очевидна. А значит, бал дошкольников вполне может рассматриваться как дополнительный стимул в образовательном процессе. Елена Гальперина, Татьяна Раевская, Олег Якимов. Республика. Кирилл Блинов, ученик 8 класса Казанкинская средней школы Красночитайского района, занял второе место в республиканском конкурсе детских работ «Дорога к звездам». Он показал свою модель космического корабля в номинации «Ракетно-космическая техника». О том, как он создает модели, в нашем репортаже. Любовь Кирилла к самолетам и космическим кораблям не случайна. Три года назад его семья переехала в Чувашию из города Королев, космической столицы России. Еще Кирилл интересуется историей авиации, в частности тем, как она развивалась в годы Великой Отечественной войны. Наглядные пособия мастерит сам. После того, как мы поставили колеса, самолет обретает свою форму, и мы ставим мелкие детали. После этого красим. Прокладитель кружка Сергей Марков рассказывает, что Кирилл может часами сидеть над каждой моделью. И такое упорство приносит результаты. Кирилл регулярно занимает призовые места на технических олимпиадах. Одна из его моделей уже выставлена в музей космонавтики в Шоршелах. Маленькие самолеты делали мы. Начинали с пенопласта, с потолочной плитки, которые свободно летающие модели делали, которые запускали, которые летали. Вот самых простых моделей, а потом с ростом его творческих способностей начали заниматься космические корабли, спутник делали. Вот сейчас этот самолет военного истребителя ЛА-5 делает, который на электродвигателе. Кирилл мечтает связать свою жизнь с авиацией. Будет ли он летчиком или авиаконструктором, пока не решил. Но необходимые качества, такие как смелость и умение быстро оценивать ситуацию, он в себе уже воспитывает. Прошлым летом мальчик спас на сельском пруду двух сестер. Кирилл забежал домой и сказал, что там девочка кричит «Спасите». И мы с ним побежали. По дороге позвонили соседкам, чтобы пришли помогать тоже. Когда уже подбежали, у девочки только лицо было видно. После того, как я взобрался на катамаран, девочка мне сказала, что там ее сестра. И я поплыл к ней на катамаране. После того, как доплыл, подал ее руку и вытащил ее оттуда. Потом поплыли к берегу. Скоро Кирилла должны наградить медалью за спасение утопающих. Для односельчан это станет еще одним поводом для гордости за юного земляка. Татьяна Молокова, Дина Кустова, Олег Якимов. Республика. И в завершении выпуска о погоде. Пожалуйста, послушайте внимательно это сообщение. МЧС Чувашия предупреждает о неблагоприятных погодных условиях этой ночью и днем 1 июня. В связи с прохождением циклона в ночь с 31 мая на 1 июня на территории республики ожидается ветер до 12 метров в секунду. А при грозе порывы до 17 метров в секунду. Местами сильный дождь. Будьте внимательны. Такой была эта среда глазами корреспондентов программы «Республика». А я, Ольга Панова, с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова